Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Город». С вами Людмила Перминова. Смотрите в этом выпуске. Награда найдет героя. Поступок Сергея Тюлькина, спасшего трех человек, вызвал восхищение не только у жителей поселка Гаврилова, но и у местной власти. Театральный квартал «Мечты» или «Реальность» Юрий Лобецкий рассказал о строительстве театрального комплекса в Старом Выборге. Собакам в Монрепо не место, считает директор музея-заповедника. Зоозащитники с ним не согласны. Число заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю в Выборгском районе возросло вдвое. Как рассказали нам в местном отделе Роспотребнадзора, за минувшие 7 дней зарегистрировано почти 2500 случаев этих заболеваний. 60% пациентов составляют дети. Из них наиболее подвержены вирусу малыши в возрасте от 3 до 6 лет. Диагноз «свиной грипп» с начала эпидсезона поставлен 14 жителям Выборгского района. Кроме того, накануне стало известно, что в Рощинской больнице скончался мужчина. По предварительным данным, от обычного гриппа он обратился за медицинской помощью только на шестой день после того, как заболел. В больницу пациент поступил в тяжелом состоянии, отметили в Роспотребнадзоре. Пользователи жиженого баллонного газа из Ленобласти ожидают изменения. Областным правительствам принято решение о включении в экономически обоснованный тариф предприятия «Логазинвест» затрат на приобретение баллонов для абонентов, постоянно проживающих в регионе. Их стоимость будет компенсироваться из областного бюджета. Благодаря этому, начиная с февраля, потребители жиженого газа смогут обменять свои баллоны, в том числе на новые. В первую очередь, постоянно проживающим в местах постоянного проживания на территории, в данном случае, от Выборгского, Приозерского района, которые всегда пользуются услугой баллонного газа и которые обращаются в первую очередь к нам по заявкам для привоза им баллонного газа, которые не по своим каким-то условиям не могут осуществить самостоятельный приезд на газонаполнительный пункт, газонаполнительную станцию, со своими баллонами и осуществить заправку баллонов непосредственно в наших пунктах заправки баллонов. Стоимость голубого топлива до 1 июля 2016 года останется неизменной. Заправка одной 50-литровой емкости обойдется в 690 рублей. За доставку в случае необходимости придется заплатить 540 рублей. За сам баллон – ни копейки. Напомним, речь идет о зарегистрированных абонентах предприятия, проживающих в Ленинградской области. Мы будем заключать с потребителями газа, с абонентами, два договора. Договор на газоснабжение и договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. Таким образом, при составлении заявки на обмен баллона, потребитель будет получать баллон из обменного фонда. И это будет нередко, скорее всего, может быть и новый баллон в обмен на баллон, имеющийся на данный момент в распоряжении потребителя. Впрочем, и случайным потребителям услуги также будут оказываться. Правда, баллонами они должны будут обеспечивать себя сами. Для потребителей, которые не являются нашими абонентами и, можно так сказать, случайно проезжая мимо газонаполнительной станции, эпизодически проезжая со своим баллоном, то в данном случае они имеют полное право воспользоваться услугой по обмену баллона на нашем газонаполнительном пункте, если в обменном парке предприятия есть баллоны однозначного где-то по году выпуска баллона. Новый баллон для такого потребителя мы выдавать не будем. В Выборге и Выборгском районе с 1 февраля подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Стоимость проезда по городу составит 30 рублей. Тариф на проезд пассажиров и провоз багажа в автобусах в границах двух и более поселений установлен в размере 4 рублей за километр пробега. Добавим, подорожание не коснется льготной группы населения, рассчитывающейся за проезд социальной картой. За проезд данной категории граждан перевозчики будут получать компенсацию из бюджета. Поощрить Сергея Тюлькина за проявленную смелость и решительность при спасении людей из огня. С таким ходатайством к главе районной администрации Геннадию Орлову обратились глава администрации Гончаровского сельского поселения Андрей Симонов и руководство комитета образования Выборгского района. Напомним, 23 января 15-летний житель поселка Гаврилова спас на пожаре в жилом доме трех человек, в том числе ребенка. В областном управлении МЧС рассматривается вопрос о вручении Сергею Тюлькину ведомственной награды. Также готовятся документы о награждении героя почетной грамотой главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова. В день 72-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наши земляки, жители и защитники осажденного города вновь собрались в Выборгском дворце культуры, чтобы вспомнить о тех 900 днях, которые во всем мире стали примером безграничного мужества и стойкости. Наталья Березовская продолжит. Одна из самых трагических страниц истории нашей страны, истории великого города, блокада Ленинграда, никогда не сотрется из книги памяти. Ее будут бережно переворачивать все новые поколения, преклоняясь перед мужеством тех, кто не сдался врагу. 27 января выборжцы, жители и защитники блокадного Ленинграда по традиции собираются вместе, чтобы вспомнить все, всплакнуть украдкой и улыбнуться, глядя на внуков и правнуков, жадно глотающих жизнь, которую они отстояли. Собравшихся приветствовал первый заместитель председателя правительства 47-го региона Роман Марков. Он зачитал поздравительный адрес от губернатора Александра Дрозденко и подчеркнул, что блокадные 900 дней – яркий пример единения города и человека в стремлении выжить. Смотришь вот эти кадры, становится просто страшно за то, что пришлось пережить нашим людям. И очень гордишься тем, что наш русский дух, нашего человека невозможно сломить никакими блокадами, никакими трудностями, никакими испытаниями. Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, обращаясь к землякам, отметил, что каждый житель Ленинграда стал во время блокады его защитником. Каждый день для вас был днем мужества, героизма и подвига. Сколько бы ни прошло лет, но память о тех днях навсегда останется в наших сердцах. Председатель секции блокадников Совета ветеранов Выборгского района Людмила Титова назвала 27 января личной датой для каждого ленинградца, такой же, как дата его рождения, и пожелала всем жизненного оптимизма. Хоть и не забыть нам этих дней, но не надо жить в прошлом. Давайте жить сегодняшним днем, настоящим. И пусть наше настоящее будет счастливым, добрым. Людмиле Титовой в этот вечер был вручен почетный знак за достижение в ветеранском движении, а ее коллеге Надежде Михайловой – почетная грамота и лента почетного ветерана. Творческие коллективы подготовили для гостей мероприятия трогательный концерт. А когда зазвучали в зале первый аккорд знаменитой песни о Ладоге, ее подхватил стоя весь зал. Эх, Ладога, родная Ладога, Неделье шермы и грозная волна, Недаром Ладога, родная, Дорогой жизни названа. Наталья Перезовская, Валерий Песежнюк, Медиагруппа «Наш город». Почти 700 жителей блокадного Ленинграда живет сегодня на территории Выборгского района. Одна из них – Павла Семеновна Браун, медсестра и лаборант. После войны она до самой пенсии работала в детском костно-туберкулезном санатории. С Павлой Семеновной встретились наши корреспонденты. Павла Семеновна Браун о войне вспоминать не любит. Если вдруг приходится, жительница блокадного Ленинграда настолько волнуется, что приходится принимать успокоительное. Слишком много страшного, не укладывающегося в головах тех, кто не жил в то время, происходило. Родилась Павла Семеновна в 1923 году в Вологодской области, в деревне Михалева, в крестьянской семье. Решив связать жизнь с медициной, получила соответствующее образование и начала работать в Батецкой больнице в Новгородской области. Там ее и настигла война. Война началась, воскресенье, хороший день. Мы строили тир. Пришли, говорят, война. На тебе. Господи. Вот. И уже на который день, я не знаю, стали уже миссинские обязанные. Тот и тот подходит по возрасту. Военкомат. Сам определяет, куда. А я была из молодых таких. Не подходила еще. Можно еще было подождать. Я немножко еще подождала. Сначала враг обстреливал станцию с воздуха, затем подобрался и по земле. Людям пришлось бежать. Павла Семеновна оставила больницу практически последней. В машине для эвакуации ей не хватило места. Пришлось идти пешком по направлению к Ленинграду. Единственное, о чем медработник жалела впоследствии, что пришлось оставить записи по лаборанскому делу. Добравшись до северной столицы, наша героиня устроилась у родной тети. Людям дали распоряжение эвакуироваться в сторону Красного села. Но к этому моменту враг подобрался и туда. Ленинградцам пришлось вернуться домой. Началась блокада. Павла устроилась работать в госпиталь. Голод, жуткий холод зимой и смерть. Все это было в блокадном Ленинграде. Девушка хотела попасть на фронт. Я решила, что чем умирать вот так, я не хочу умирать от голода. Пусть у меня там что будет, но я хочу. Не взяли меня. Вы там нужны, там работайте. Но если бы я не работала в этом течение, наверное бы взяли. Спустя некоторое время медсестра попала в свой госпиталь уже в качестве пациентки в отделении дистрофии. В начале 42-го у нее украли карточки и есть стало совсем нечего. Нужно было покойников оформить. Я хватила засуточку, я держу на столик в коридоре. И я раз, и другой, и карточки продуктовые, хлебные, крупенные. И это паспорт, не знаю, был ли. И думаю, кто все больные, кто возьмет. И у меня и мыслей не было, что кто-то украдет у меня эти карточки. Боже мой, я хватила, что не карточки лучше бы оформлять, а химический карандаш надо было. Химический карандашом там данные к ноге привязать, к умершим. И вот так бессознательно уже нет ничего там. А я все вот так, насколько я была ужаловлена, что нет, значит смерть. В апреле 42-го Павла Семеновна вместе с другими ленинградцами была эвакуирована на родину, в Вологодскую область. Работала в госпиталях и больницах. А уже после победы, в августе 45-го, судьба вновь привела ее в Ленинград, а затем в Выборг. И до пенсии она проработала в детском косно-туберкулезном санатории. Вырастила вместе с мужем троих детей. И, как считает сама Павла Семеновна, пройти через все испытания и прожить счастливую жизнь. И ей помогло трудолюбие. Нас вырастили трудолюбивыми. Я и замуж-то вышла, потому что трудолюбивая. Иначе бы, как вот мои за 90 лет, вот умирают, уже немножко осталось. За 90 лет работники. А хорошие, и лучше меня красивее даже. И умные. А вот так создалась судьба, что они прожили и остались одни. Так что меня спасло вот это трудолюбие. Исключительное. Когда я пошла на пенсию, у нас на работе написано было, хвастаюсь на это, честно, что другое там не будет, напомнила. Исключительное, трудолюбивое. Исключительное. Вот. Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Санитарные рубки леса приостановлены в Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко. Напомним, во время урагана, который прокатился по 47-му региону, участки лесного фонда, в том числе в Выборгском районе, серьезно пострадали. Были повалены деревья, а впоследствии леса оказались заражены короедом-типографом. Лесопатологи пришли к выводу, что для недопущения дальнейшего распространения заразы необходима сплошная рубка, чему воспротивились активисты-лесозащитники. В связи с этим арендаторам лесных участков рекомендовано приостановить санитарные рубки. Состояние деревьев еще раз оценят независимые эксперты с привлечением представителей Общероссийского народного фронта и общественных экологических организаций. Квартал Старого города, ограниченный улицами Сторожевой башни, Красноармейской, Крепостной и Красина, и получивший в народе название «Мертвый», вполне возможно скоро будет носить более благозвучное имя «Театральный квартал». Всемирный банк реконструкции и развития работает сегодня над вопросом разработки программы сохранения культурного наследия Старого Выборга. А идею создания именно театрального комплекса поддержал консорциум консультанта, в том числе и Санкт-Петербургский Леонтьевский консалтинговый центр, который помогает продвижению новых проектов в сфере бизнеса и культуры. В качестве пользователя эксперты предложили выбрать областное учреждение «Театр драмы и кукол «Святая крепость». Содержание объекта таким образом будет обеспечено за счет средств регионального бюджета. Идея возникла совершенно для нас неожиданно. Подарок, я думаю, если это вообще произойдет, потому что я, как бы сказать, пессимист. Потому что такое пессимист, мы знаем, да, просвещенный оптимист. Это и есть пессимист. Потому что мы видим, в какое время мы живем, во времена экономических таких трудностей, каких-то потрясений, и в период санкций. И это все, конечно, очень сильно завязано. Очень сильно завязано. Потому что, конечно, санкции будут мешать, пока их не снимут, работе Всемирного банка. Они тоже живут в мире, в единых взаимоотношениях. Поэтому, если это произойдет, это будет чудом еще одним. Но маленькое чудо произошло, что мы туда вписаны. Для нас это, конечно, очень большое дело. Получить такую площадку, пусть даже через 7 лет, на что рассчитан этот проект, реализация этого проекта. Я так посчитал, это как раз театру должно будет исполниться 40 лет. То есть все, как бы звезды сошлись. Сегодня Святая Крепость занимает здание в полторы тысячи метров и зал на 120 мест. И как человек творческий, Юрий Лавецкий уже представил, каким бы он хотел видеть новый живой театральный комплекс с иными техническими возможностями. Я его вижу. Я просто, когда я походил по всем этим развалинам, и учитывая, что должны оставаться стены в том виде, в историческом фасаде, в котором они были построены, они должны быть реконструированы, но вся начинка, естественно, должна быть совершенно другая, естественно, должна быть подчинена задачам. Я закладываю эту вариантность и многопрофильность этого всего комплекса, когда зал может превратиться из камерного трехсотместного в семисотместный концертный зал. Это заложено уже в вариативности этого зала. Театральное производство, не зря называется производством, что это, в общем, это такой мини-завод. Это действительно, где есть мастерские, которые изготавливают декорации, костюмы, куклы, реквизит. Это все требует места, требует оборудования. Это складские помещения, которые сегодня, современные склады, они и компьютеризированы, и все так. Причем интересно, что складские помещения там были. В двух зданиях были именно складские помещения в 19 веке. То есть оно, как-то я поглядел, вписывается по высотам, по всему. Может интересно вписаться вся эта театральная затея. Затея, мне кажется, очень интересная и достойная города. И что важно, что если вот этот оживет этот квартал, то я думаю, что это постепенно как вот хорошая зараза, она должна начать распространяться на весь старый город. Потому что, мне кажется, что наш старый город по своему облику ничем не хуже прибалтийских городков. Совершенно уникальный, замечательный и, может быть, потрясающе красив. Однако до живой воды впереди еще большой путь. Сегодня заказчик проекта, фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, рассматривает заявку. Как только областное правительство и муниципалитет подпишут соглашение о софинансировании, будет объявлен конкурс на разработку проектной документации. Заявленный срок реализации проекта о сохранении и развитии малых исторических городов и поселений – 6 лет. Ленинградская область заняла первое место в России по молочной продуктивности. В минувшем году, по данным Росстата, средний надой в сельскохозяйственных организациях региона составил почти 8 тонн в год. Это более чем на 40% превышает средний показатель по стране. Растет и воловое производство молока. Предприятиями всех форм собственности произведено на 21 тысячу тонн молока больше, чем в 2014 году. Покупаешь дорогое украшение – предъяви паспорт. С 10 января, согласно новому федеральному закону, приобретая ювелирные изделия за наличные деньги на сумму свыше 40 тысяч рублей, покупатель должен будет предоставить документ, удостоверяющий личность. По безналичному расчету при покупке на сумму более 100 тысяч. Напомним, в России личность удостоверяют два документа – паспорт гражданина и офицерская книжка военнослужащего. Согласно разъяснениям Росфинмониторинга, данная мера позволяет выявить и контролировать сделки, связанные с легализацией незаконно полученных гражданами средств. Собаки бывают кусачими, но только не те, что уже много лет обитают на территории парка Монрыпо. В этом убеждены выборские активисты, вставшие на защиту бездомных животных. В одной из социальных сетей была запущена информация о том, что пятерых дворняк, ставших якобы символами музея-заповедника, руководство музея-заповедника хочет усыпить или застрелить. Это послужило поводом для встречи защитников животных и местных журналистов с директором парка Александром Буяновым. Как выяснилось, в администрации учреждения недавно прошло совещание, где решали судьбу безнадзорных животных, обитающих на территории заповедника. С чем это связано? Это два момента. Первое. Значит, есть закон о парках музея-заповедника, где четко прописано, что нахождение на территории парка собак запрещается. Это первое. Если мы живем в правовом государстве, мы должны законы соблюдать. Второе. Значит, у нас уже со первого квартала 2016 года начинается реставрация. Сюда где-то уже в марте месяце зайдут строители. И я не гарантирую, что кто-то из строителей, а это порядка 200 человек, кто-то не обидит наших животных. И поэтому мы собрались и стали думать, что же нам делать. Строить вольер мы не можем. Это уже вопрос поднимался, потому что на территории заповедника по закону нельзя это делать. Оно влечет и ветеринарную службу, мы должны организовывать. Также мы должны выгула, кормление. Но это много с собой влечет, что в бюджете парка не предусмотрено. Как заявил Александр Буянов, речи об умерщвлении собак не шло. В ходе обсуждения возникло два варианта – отдать в приют или пристроить в добрые руки. Однако активисты высказали опасение, что этих дружелюбных псов в приюте не примут другие животные. А в парк Монрепо на место прежних обязательно придут другие, возможно, не такие добродушные. Александр Буянов сообщил зоозащитникам, что нарушать закон он не намерен. Более того, уже были жалобы на то, что собаки разгуливают по территории парка. В то же время директор музея-заповедника подчеркнул – окончательное решение не принято. И он готов выслушать конструктивные, обоснованные предложения. Возможно, кто-то из телезрителей готов принять одного из питомцев парка Монрепо. Новый дом для собаки – лучшее решение проблемы. Истории из жизни собачьей в кадре. Итоги конкурса «Фотопес» подвели в редакции газеты «Выборг». Хозяевам четвероногих победителей вручили призы, а специалисты дали полезные советы по правильному питанию собак. Кто из братьев наших меньших наиболее фотогеничен, узнали наши корреспонденты. Маленькие и большие, дома и на прогулке. Более 150 снимков своих любимцев прислали читатели газеты «Выборг» на конкурс «Фотопес». Он стартовал весной минувшего года и собрал около 60 участников. На днях были названы победители и призеры. Часть конкурсантов не только разместили фото своих собак на страничке издания в одной из социальных сетей, но и сопроводили снимки стихами и короткими рассказами. Хозяйка маламута «Юкона» Ирина Беспалова решила не только показать во всей красе своего питомца, но и рассказать, о чем он думает и мечтает. Кроме того, она подала заявки сразу в нескольких номинациях. Именно за активное участие, а также за верность газете, редакция присудила Ирине и ее любимцу гран-при конкурсом. Представляла я нашего питомца маламута «Юкона». От его имени написала письмо в газету «Выборг» о его теперешней жизни, о его прежней жизни, о его мыслях философских, о мечтах. Собаки такие существа, что наверняка у них есть мысли, наверняка они много могли бы сказать, если бы умели. Но поскольку они не говорят вслух, задача человека – озвучить их мысли и желания. Подарки получили и победители в номинации «Дружба зверей». Огромный алабай по кличке Чингис совсем не страшен для братьев своих меньших, говорит его хозяйка Надежда Жемчугова. Фото Ксении Пузиковой с другом Харли было отмечено в номинации «Мы с хозяином вдвоем». Не оставил равнодушными сотрудников редакции и щенок Джек. Приз для него вручили Вячеславу Агейченко. В номинации «Докмода» жюри выделила азиата со скандинавским именем Урмос, что в переводе означает «сильный мужчина» и «татошку» в новогоднем костюме. А песик породы немецкий малый шпиц по имени Мио Мин Мио стал рекордсменом по лайкам, за что и получил полезный подарок. Сегодня из Санкт-Петербурга она приехала? Ой, ты красавица! Это красавица девочка! Это мальчик Мио! Сколько ему? Полтора года. Победительницей в номинации «Мой пес самый красивый» стала Надежда Забавская. Она прислала на конкурс фото своей любимицы с красивым именем Оливия Великолепная. Это уипит – малая английская борзая. По словам участницы конкурса, многие хозяева этих собак называют их пришельцами за невероятную способность чувствовать мысли близких людей и проникать в их душу. Это самая быстрая собака в своей категории роста. Она может бегать со скоростью 60-70 км в час. По дорогам она, конечно, не бегает, но когда она бегает где-то в поле, в лесу, это такое красивое зрелище. Ее ни одна собака не может догнать. И бег у нее очень красивый, особенный. Она дважды зависает в воздухе, когда бежит. В отдельную номинацию выделили ретро-фото. Этому снимку 32 года. Малышке Кайли, ее юная хозяйка, посвятила стихотворение. Специальными призами наградили хозяев улыбающегося Потапа и забавных Гретты и Тефи. Все победители и призеры получили подарки, витамины и лакомства для животных. Завершилось мероприятие совместным чаепитием с большим тортом. Виктория Невская, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Чем заняться в выходные дни? Напоминаем, в Выборгском районе в связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости ОРВИ и гриппом отменены массовые мероприятия. Запрет продлится до 14 февраля. Поэтому мероприятия, запланированные в культурных учреждениях, не состоятся. Однако в субботу все желающие смогут присоединиться к экскурсии на свежем воздухе, которую организует Выборгская гильдия экскурсоводов. Участников ждут в парке Мандрепо к 15 часам. Первенство Ленинградской области по горнолыжному спорту стартовало в Выборгском районе. В Карабицыно спортсмены из 47 региона и северной столицы померили силами в слалом-гиганте и специальном слаломе. Для лыжников эти состязания стали отборочными на всероссийские соревнования. Они сейчас готовятся к первенству России, которое будет проходить у старшей группы в Красноярске, а вот у младших 2002-2003 в Междуреченске Кемеровской области. Ну, в Сибири оба старта. Поэтому вот это как один из этапов подготовки и отбора в команду. Судьи отметили высокий уровень подготовки областных спортсменов и выразили надежду, что сильнейшие достойно представит регион на Кубке России. На чем вы собираетесь экономить? Спросили мы у посетителей сайта выборг.тв. Как известно, в связи со сложной экономической ситуацией правительство России приняло решение об оптимизации бюджета и ждет от ведомств предложений о сокращении расходов на 10%. Что касается рядовых граждан, то каждый из них сам решает, как поступить с семейной казной. Большинство респондентов, принявших участие в нашем опросе, признались, что будут экономить на всем понемногу. Хотя есть и те, кто ни в чем себе отказывать не собирается. А что думаете по этому поводу вы? Нам важно мнение каждого. Заходите на сайт выборг.тв и голосуйте. Наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин В Петербурге переменная облачность около 3 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Воскресенье в северной столице 0, плюс 1. В Лобейнранте плюс 1, 2. Ночью небольшой минус. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Воскресенье 2-3 градуса ниже нуля. В Хельсинге в субботу без осадков. Днем 2-3 градуса тепла. Ночью около нуля. Ветер юго-западный 8-10 метров в секунду. В воскресенье в столице Финляндии малооблачно. Температура воздуха 0, минус 1.